приветствуем вас юрий георгиевич добрый вечер здравствуйте мы продолжим прямо с места на котором остановились в предыдущий наш эфир потому что ну прямо скажем сильно разделились голоса дискуссия была такая что кто-то считал что размещение ядерного оружия на территории беларуси это всего лишь пропагандистский фарс кто-то говорил о том что ну это какое-то нагнетание ненужное потому что все таки это самостоятельное значение имеет применение ядерного оружия она не в контексте идущих боевых действий тоже и реакция него другая вовлечение другое кто-то приводил более такие какие-то существенные аргументы касающиеся ну как бы о чем можно достигнуть используя тактическое ядерное оружие может быть и стратегическое но во всяком случае заявляют они о том что размещает именно тактическое она все-таки куда меньшей мощности но вы знаете я и так не видел чтобы кто-то оспаривал то что москва собирается использовать лукашенко в качестве прокси да так вот первый вопрос к вам юрий георгиевич заключается вот связи с этим размещением подписанием договора и всей публичной озвучкой связанные с размещением ваша точка зрения изменилась относительно намерений вы говорили о сентябре о возможности применения ядерное оружие в адрес там стран даже на то то есть польши или может быть литвы не знаю со стороны беларуси так чтобы москва руками беларуси начала эту третью мировую с известными последствия вам кажется что то то изменилось в этом сценарии или нет нет в этом сценарии абсолютно ничего не изменилось происходит собственно все то что и было предусмотрено и исходный как бы речь у путина то что было предусмотрено до для до этого выводом беларуси из-за безъядерного статуса поэтому с точки зрения кремля с точки зрения путина все развивается абсолютно по плану и поскольку путина была означена дата такая круглая 1 июля непонятная абсолютно дата потому что строительство хранений так называемое вообще-то ни к чему не имеет отношения то я обозначил коридор риска периодом между первым июля и концом сентября я собственно остаюсь именно при этом мнении и я вам скажу что что сейчас будет происходить во первых нужно задать себе вопрос почему все что делается с переброской ядерного оружия беларусь делается публичное открыто потому что вот когда во времена карибского кризиса в шестьдесят втором году советский союз пытался разместить ядерные ракеты на кубе эта операция была тайной тайна везли ракеты тайна устанавливали определяли места и подготавливали места где они будут храниться вот эти вот хранилища тоже строились тайна да вот вопрос почему а путин который все любит делать как бы тайна но это его специфика в конце концов как и все они почему вдруг такая открытости почему вдруг такая публичность зачем публично объявлять о том что будут переброшенные ядерные ракеты в беларусь затем зачем публично говорить о том что к такому-то сроку будут хранилища построены зачем вот сейчас нужно было подписывать какие-то документы смысл этих документов неясен содержание этих документов непонятно необходимости в подписании этих документов нет абсолютно никаких а и все это противоречит любой логике потому что по договору 95 года о нераспространении ядерного оружия россия не имеет права передавать ядерное оружие никакой другой стране да в том числе и беларуси и вроде бы как бы в связи с этим россия заявляет о том что это оружие будет находиться под контролем министерства обороны российской федерации именно чтобы не нарушать этот договор прекрасно только тогда непонятно почему модифицируются белорусские военные самолеты в россии и почему подготавливаются белорусские пилоты и белорусские операторы искандеров м которые тоже уже переданы белоруссии согласно заявлению шайку поэтому а тут как бы противоречие на противоречие потому что если эти ракеты устанавливаются на белорусские самолеты которые принадлежат белорусским военно воздушным силам то соответственно россия в эту секунду нарушает договор 95 года они распространение ядерного оружия тут как бы не может быть двух дней значит вот первый вопрос что происходит и я думаю что понятно что происходит в некий определенный день когда наконец эти ядерные ракеты будут так перевезены в беларусь их похитит похитит вот на глазах это значит что похитит что и похитит их и похитит их мини не русские не белорусы а по версии российской федерации их похитит украинские диверсанты похитит украинские диверсанты и запустят их куда куда они планируют их запустить вот похитит уже вместе с белорусскими самолетами вместе с белорусскими искандерами и выстрелят туда куда как бы запланировано выстрелить и самое удивительное что у этих операторов и у этих пилотов обнаружатся украинские паспорта. И они окажутся гражданами Украины. Ну, из той самой Восточной Украины, конечно же, которая давным-давно оккупирована, или из Крыма, например, но они окажутся украинскими гражданами. Вот это тот сценарий, который, я уверен, разработан гибридными специалистами президента Путина. Это то, что нам будет предъявлено. Это та причина, по которой сейчас весь этот спектакль с размещением ядерного оружия в Беларуси проводится открыто. Почему ничего не скрывается? Дни не скрываются, места не скрываются, количество не скрывается, ничего не скрывается. Это как бы один сценарий. И я бы сказал, что это самый мягкий сценарий. Потому что есть ещё и более драматичный сценарий, который заключается в том, что после того, как в Беларуси окажутся вот эти самые «Искандеры-М» с ядерными боеголовками, и вот эти самые Су-25 тоже с ядерными ракетами на борту, Россия начнёт перебрасывать в Беларусь стратегическое ядерное оружие. Чтобы уже иметь возможность обстреливать любую точку Европы, а на самом деле любую точку земного шара. И всё это из Беларуси. Повторяю, если бы речь шла о политической демонстрации, о запугивании, о шантаже, всё то же самое делалось бы во Калининградской области, которая стратегически находится намного более удобно в этом плане, чем Беларусь. Вот те сценарии, которые есть. Я думаю, никаких других сценариев нет, никаких других ходов у Путина тоже нет, если иметь в виду ход военных действий, потому что мы видим, как российская армия ведёт войну в Украине. Победы, прямо скажем, там не пахнет, и я думаю, Путин это понимает. Поэтому нужно готовиться к увеличению уровня агрессии, к нагнетанию ситуации через ядерную фазу в этой уже начавшейся, либо в 22-м году, либо в 14-м году войны. Я думаю, что это те риски, которые нужно учитывать. Я думаю, что это те опасности, которые нас ждут. И решение, если иметь в виду интересы Европы прежде всего, решение тут только одно – немедленное, превентивное, ну не знаю, как сказать, отнятие Беларуси у России. Значит, я хочу напомнить, что вторжение в Украину в 22-м году не случайно началось с оккупации Беларуси. Вот по этой причине Путин не смог в 14-м году никуда продвинуться. Потому что на самом деле направлением главного удара должно было быть киевское, а на Киев наступать можно было только из Беларуси. И это та причина, по которой Путин сначала захватил Беларусь. Только после этого стало возможно с военной стратегической точки зрения начинать военную кампанию против Киева, против Украины. И то мы видим, насколько она неудачна, скажем так, для России проходит, эта военная кампания. Так вот, соответственно, раскручивание этого конфликта назад, организация поражения Российской Федерации, как это ни странно звучит, тоже должно и будет начинаться с Беларуси. Это главный геополитический плацдарм. Он даёт Путину сегодня, вот сейчас, возможность угрожать и Восточной Европе, прежде всего Восточной Европе, но и в целом Европе, через размещение ядерного оружия в Беларуси. И возможность попытаться снова в какой-то момент наступать на Киев в надежде, что это второе наступление будет более успешное для России, чем первое. Ну, допустим, мы в этом можем сомниматься, но Путин может на это рассчитывать и надеяться. Особенно он на это может надеяться, если он исходит из того, что Запад испугается размещения ядерного оружия в Беларуси и всё-таки прекратит военную поддержку Украине. Так что, с точки зрения Путина, война как бы ни в коем случае не проиграна. Она продолжается, и она просто переходит в некую другую фазу, которая, скорее всего, всё равно состоялась бы. Потому что задачи Путина исходные, как мы знаем, были не просто в оккупации Украины и затем Молдовы, а, в общем-то, в возвращении того влияния, которое было у Советского Союза. Поэтому для Путина это в каком-то плане естественный ход событий. И для того, чтобы в этой войне наступил перелом, необходимо превентивно освобождать Беларусь. Это совершенно очевидная вещь. Это очевидно, если посмотреть на карту. Это то, что всё равно произойдёт, потому что без этого нельзя, даже не просто нельзя выиграть эту войну и нельзя нанести поражение Российской Федерации, а нельзя как бы закончить эту войну хоть каким-то образом. Всё равно для этого нужно входить в Беларусь. Самый разумный вариант сделать это с помощью добровольческих белорусских частей, которые уже есть в определённом количестве в Беларуси. Как я понимаю, какие-то части находятся и в Польше. Есть, в конце концов, другие интернациональные подразделения, которые, я думаю, с готовностью примут участие в этой операции. Но вообще-то было бы лучше всего, если бы мы все перестали делать вид, что война не началась, и что это только война между Россией и Украиной. И было бы лучше всего, если бы, конечно, в освободительном походе в Беларусь участвовали открыто и ВСУ, и страны НАТО. Тогда бы эта победа была бы быстрая, была бы бескровной. Главное, что это всё необходимо сделать, и я подчёркиваю слово «необходимо» до того, как ядерное оружие окажется в Беларуси. Потому что после того, как ядерное оружие окажется в Беларуси, мы столкнёмся с абсолютно непредвиденными проблемами и с непредвиденным уровнем опасности. Я как бы пытаюсь что-то предвидеть и что-то описать, что очевидно. Но я подозреваю, что в Москве, на Лубянке, над этим работают, как говорится, лучшие умы госбезопасности. И там придуманы сценарии ещё более фантастические, чем те, что я описал. Субтитры создавал DimaTorzok